Девушки отдыхают 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 Как приятно опаздывать, а? Левая, левая явно болит. Что это хромвай? Наталья, чё ты? Да ухо болит чёрное. У меня вон такой, да? Ребята, почему мы недостаточно хорошо поём? Как вы думаете? Потому что у нас полрепетиции, ходят на объятия. Здравствуйте! Александр Николаевич, если бы вас... А промежутки мы репетируем. Если этого не было, у нас бы не было участия в фильме «Люди 41-го года». Мы же только из-за этого попали туда. Помните? Мы вначале встречались, а потом прощались в часа полтора. И нас наконец позвали. Помните? Нет. Я до сих пор, как дурак, думаю, что нас позвали за то, что мы пели. Но если бы мы не обнимались, то мы бы ушли раньше. Ну ты подумай, какой упорный, а? Обнимайся я. Ну ладно, тебя взяли за то, что ты обнимался, а меня за то, что я пел. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Значит, мы будем увеличить количество репетиций. Современной репетиции. Андрюша, ты вот под этим будешь сидеть, а если будет... А если тоже быть монокеанин? Ага. А сейчас можно откатить. Правильно я сказал? Не застревайте в этих островах. Вот это то, из-за чего у вас не получалась эта самая Лермонтовская Анькина песня. Как только мы ее поставили на темп, все. И все. Она же простая. Она же без выезда. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ветер ветками и сколок Морщит патриаршие пруды. Бронит ветер ветками и сколок Морщит патриаршие пруды. Не часов, и так когда-то трудно Может пять, а может без спяти. Вот уже на улице безлюдной Первые троллейбусы в пути. Вот уже на улице безлюдной Первые троллейбусы в пути. Как прозрачно на ульваре стало Осень расточительно щегла. Столько и снег за наше бросало Их, пожалуй, за ним не убрать. Творник наш ворчит на эти клёны И на укроп стал часам шести. Заметает листья на газоны Словно осень можно завести. Заметает листья на газоны Словно осень можно завести. Но распит на утро сильный холод, Клёны мокнут, но на воде. Бродит ветер веками из холода Морщит патриаршие пруды. Бродит ветер веками из холода Морщит патриаршие пруды. Что это У-Москва, Москва святая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, Москва, Москва святая Я встречал тебя везде В синих просеках, алтарях И в далекой пунде Ведь ты не просто город где-то И верна в любой ночи Разнесли тебя по свету Словно песню москвичи «Ай-дай-дай-дай, а-дай-дай-дай-дай-дай» Москва, Москва святая, В переулочках крыльевых, Каполины пух летает В долю мытых хвостовых. Может, есть красивые страны, Может, лучше есть житье. Я настаивать не стану, Ведь по каждому своем. Вы чувствуете, какие чистые стихи, ребята? Какие легкие и чистые стихи. Понимаете, да? Вот пока это наше образие не выдумывало ничего. Вот была золотая пора. Их высшая отдаенность была, пока они не начали выдумывать. И это было вот так. Это было у нас, понимаете? Пока они не стали жанром. Конечно, конечно. Крайм был не до этого. Да, они были влюблены, они были молодые, они были... Москва молодая, там, все, и просторные, между прочим, и не сейчас заставленные там, ну, понятно, примерно, чем, и не только этим. И это замечательное там, я наставить не стану. Но для меня какой блеск вообще. Я вам рассказывал там, вот, я с радостью тысячу раз скажу, что вот, в Сибири там это, вот, трудимся-трудимся, и вот там слеты, там же, там проводили встречи мировые вообще. Вся же страна ездила в стройотряды, и вот там Енисейск, допустим, там, Хабаровск, этот самый, Минусинск, и вот эти были точки сбора отрядов. И вот мы там собираемся, там, по 15, по 20, по 40 отрядов, из разных городов. Вот москвичи поют, а у остальных нет песен, там, про Новосибирск, там, про Минск, про... А вот мы там, нас несет, все на нас смотрели, как на богов. Даже не с завистью, а вот, они все, блин, москвичи тоже, мы им это все, вот, значит, это было так здорово. Это была такая важная часть жизни. Потом подходили там, слова списывали, вот, и у меня тетрадка была своя, золотая, даже две, песни. Вот это были потрясающие сборники наши. Такой сборник был почти у каждого, вот, человек, который, не только с гитарой, а вот, вот он оказался в страекторе, или, допустим, на слете. Это все приходили с тетрадочками и писали карандашиком, одну, две, три, по кострам ходили, чтобы зацепить новую песенку. Потрясающе, понимаете? Чуть через строчки записывали. Ага, по двое садись, просто не успевали, да? Конечно, конечно. Это даже я застал, да. У нас в 38-й аудитории, на матфаке, четвертый этаж, кто знает, из лестницы сразу направо. И мы с Юркой, с Магиным, и Верочкой, и Некрасовой раздумчиво не проводили. Я пишу на доске слова. Они сидят, полные 38-я, там 6 рядов этих самых, если вот так. Вот эти два ряда, я с ними репетирую первый голос, с этими двумя рядами второй голос репетирую, с этими третий. Вы понимаете, да? Это на пространстве 10-15. А теперь мы поем вместе. И за полчаса мы делали треуголосный хор, так сказать, из всех, кто пришел. Вот так это было. И это совершенно не охотничий рассказ, а... Вы Верку спросите, когда она приходит. Она же, слава богу, еще жива. Да, у нас даже фотографии есть. Как раз Юрка, я и Верочка на краешке там. Она стоит, дирижирует, значит, мы на гитарах там играем, все тут же. Тут же, конечно, кто-то там врет, там, а как же без этого, без враньяра и песни, это же... Но тем не менее, ребят, за полчаса песни на три голоса, всеми присутствующими. Не можешь, пересаживайся в первый голос. Вот так было. И это называлось разучивание песен. К нам приезжали из других институтов, в МГПИ разучивают очень здорово. Мы ездили в другие институты, посмотреть, какое-нибудь там разучивание проходит. Просто вот, ну, как сказать, ну, даже не обмен опытом, а интересно было, побыть вместе. Вот это великое страшное вообще сочетание слов. Побыть вместе. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Товарищи Солнцевы Узбекистана пришел побыть вместе. Товарищ Азербайджан. Да, товарищ Азербайджан. Стоять полковник. А это мой бывший ученик, кто ее знает. А? А вот который, кто-то обнимался со мной. Да. Из интерната для брошенных детей, между прочим, с которыми я работал два года. И не ушел, но если бы институт не расформировали. Герасим Николаевич Хомкин. Гроза всех тех мест, это около Рижского вокзала, там вот эта страшная была совершенно флака. Это был бандит отпетый. Он был вот такой, сейчас, конечно, никто не поверит. Но это о нем плохо не говорил. Он крутил, вот таким он крутил, когда был вот такой. Понимаешь, это странно, очень странно. Вот такой уж я законченный чудо. Я гоняюсь за туманом, за туманом. С собой мне не справиться никак. А я еду, а я еду за туманом, за мечтами, за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты писать, что это остро, очень остро, горы, солнце, пихты, песни и дольки. И пусть полным-полным обиды мне в дорогу чемоданы, радость, грусть и возвращенные долги. А я еду, а я еду за туманом, за мечтами, за запахом тайги. А я еду, а я еду за туманом, за мечтами, за запахом тайги. И пусть полным-полным обиды мне в дорогу чемоданы, Радость, грусть, невозвращенные долги А я еду, а я еду за мечтами За деньгами едут только дураки А я еду, а я еду за мечтами За деньгами едут только дураки А я еду, а я еду за мечтами За думаном, за мечтами за дураки А я еду, а я еду за думаном За мечтами за дураки За мечтами за дураки И это ведь тоже была правда И Юрочка Кукин попал прям в такую десятку Потом стали издеваться, но тоже издевались-то Осторожно, боясь И там, я знаю, что в морду давали за эту самую, за пародию А я еду за деньгами, за туманом еду только дураки В зале народ кидался на сцену, морду бил И вы знаете кому? Леонид Сергееву Вот как было хорошо Отучал народ Чересчурку спеть это со мной Выпин делать Не говорят Какой резон В твоих палатках на снегу Не говорят Не до сезон А я иначе не могу А я люблю Гонять чай С подвучим Гонять чай И все глядеть Глаза твои Селеноватые света А я люблю Гонять чай С подвучим Гонять чай И все глядеть Гонять чай А я я люблю Гонять чай Проснулся лес Гостер богат Гонять чай Рассвет упал на тень мою Я это видел столько раз Гонять чай А вот теперь не узнаю Как в небе небеса, и как весна недалеко от все они. Как в небе небеса, и как весна недалеко от все они в твоих глазах, зеленого преснета. Вот с этой елею надо мной, с двумя палатками в лесу, просчет сам дрон нам, но домой. Зато я песню принесу про эти первые души, еще не смелые пока. И про глаза, глаза твои, зеленоватые слегка, про эти первые души, еще не смелые пока. И про глаза, глаза твои, зеленоватые слегка. Мне говорят, какой резон в твоих палатках на снегу. Мне говорят, не тот сезон, а я иначе не могу. А я люблю, а я чаи, зеленоватые слегка. А я люблю, а я любую, а я люблю, а я чаи, зеленоватые слегка. И все, мне одеть в глаза твои, зеленоватые слегка. А я в тепле и небеса, И так весна, и небеса. Все свои, твои глаза, Тереноватые слегка. Я правильно назвал в те поры, что это народная и городская песня. Когда появилось городовство, это все уже было не то. А пока это была народная и городская песня, это было самое оно. Вот в этом я и участвовал. Помогайте, я слова тоже давно не повторял. Это обязательно, потому что распивали просто до обморков, понимаете? Сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть будет дверь открыта. Не закрывайте вашу дверь, Пусть будет дверь открыта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эта песня была любимой у моего партнёра Юры Смагина. Ныне почти миллиардер. Юрка от этой песни просто... Он глаза закрывал, он бледнел, он вытягивался. Он тут неплохо пел. И это была его любимая песня. Но прошли годы. Сейчас у него пять дач, восемь машин в семье. А он везде бледни закрывает. А, ну да. Поэтому у него столько много. Но это же было. Это же было. Я же помню. Я к этой песне всегда так спорю. Там музыка хорошая, там вот хорошо строится. А там к тихам я относился никак. Но Юра это любил просто до ребёнка. ПЕСНЯ 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 Неизвестно, часовым помогается, Света. Не смотрели позавчера концерт, посвященный Булату, который привели в музей? Кошмар, кошмар. Собрались профессиональные артисты, у половины из которых нет голоса, у второй половины слуха. Плюс Кобзон, который уже стоит еле-еле вообще. И Кобзон пел, и не забудь про меня. А то про него все забыли. И это было полтора часа, понимаете? Это ужас какой-то совершенный. Безутешная вдова руководит. Ей сейчас идет все, она принимает все. Лишь тут Ольга Владимировна. А может, она и права. А может, она и права. Ну, прогулки с фрейрами. А? Прогулки с фрейрами. Да, да. Я мог бы написать, себя переборол. Прогулки поваров, прогулки маляров, но по пути мне вышло с фрейрами. Я написал роман, прогулки фрейров, и фрейра меня благодарили. Нам благодарили потом. Заводите что-нибудь, заводите что-нибудь. Пока хорошо, на душе и на небе. А спойте простую русскую песню о Гаргелеве. Я понял, когда она у нас получится. Я перевод сделаю. Он у меня где-то ворочается, вот бронит. Я уже знаю, он созреет. Вот он созреет. Я сделал ее перевод. Там еще перепластуется само грузинское. Добавить русское звучание к грузинскому. Половина споем по-грузински, а половина по-русски. Я прям вот, предчувствую, но подогнать я ж не могу. Давай. Так вы можете там одно место оставить по-грузински? По-грузински можно одно место оставить? Конечно, конечно. Да, там Марта, Марта. Марта, Марта. Да, да, да. Про Марту, не пустите. Это личная просьба. Он не по-грузински слово Марта к Марту. Конечно. Есть. Агреним Оринсас. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Пускай. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Морозы. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон.